В эфире «Область культуры» в студии Ростислав Азизов. Сегодня вновь говорим о 17-й Амурской осени. За конкурсную неделю в нашем эфире мы показали 30 материалов о самых интересных и запоминающихся событиях фестиваля кинотеатра. Каждый день мы общались с артистами, узнавали о том, что они любят, где проводят свободное время, какие книги читают. И сейчас пришло время поделиться с вами этой, надеюсь, интересной информацией. Начинаем! И первой нашей героиней стала Екатерина Волкова. Актрисе принесла известность роль в комедийном сериале «Воронины». На фестивале Екатерина Волкова представила спектакль «Босиком по парку». Она удивила зрителей не только великолепной игрой, но и неожиданными переменами во внешности. Самая красивая брюнетка России такой статус Екатерина получила в 2013-м. Стала рыжей. По словам актрисы, смена имиджа была ей необходима для дальнейшей карьеры. С того, как закончились «Воронины» с 1 сентября, у меня было четверо проб на четыре разных проекта. В одном из них «Обалденный руль телохоронитель». Меня утвердили. Я была брюнетка. Все нормально. Утвердили, но за два дня до съемок меня сняли, сказав, что ну очень уж ассоциация с «Воронинами». А потом так получилось, что наш тандем подобрали. Было четверо мужчин, и я одна женщина. И как-то мы по возрасту не подходили. Он говорит, что вы выглядите моложе, чем ваши партнеры. Я говорю, спасибо за комплименты. Я говорю, ну куда вы смотрели раньше? И поэтому мне сказали, что им проще поменять актрису, чем четырех актеров. И после этого, это уже у меня была последняя капля, я разрыдалась, прихожу и говорю, все, с меня хватит. Я говорю, либо кардинально, либо светло, либо рыжий. Мне говорят, давай подожди, давай начнем с рыжего. Мне сейчас так комфортно. У меня такой вот все-таки цвет волос, он играет руку. Когда, знаешь, брюнетка, я такая более сдержанная, более, наверное, правильно. Сейчас, когда я рыжая, нельзя говорить нецензурную лексику, но я такой солнечный, грубо говоря. Мне легко, комфортно, можно похулиганить, я чувствую каким-то ребенком, даже с этой челкой. Мне кажется, что я могу хулиганить, творить все, что вы... И все ответственность с меня снимите, я здесь ни за что не отвечаю. Много благодарности, наверное, можно позволить. Можно. Вот у меня сейчас такое ощущение. Так что я надеюсь, что это новый этап какой-то, да, пусть даже вот так, раз зритель говорит, что поменялось, узнают все равно, и слава богу. Екатерина Волкова рассказала и о своей второй семье, о съемках в сериале «Воронины». Кстати, 24 сезон стал последним. Десять лет семьи, это правда, это очень тяжело, потому что мы всегда как-то заканчивали блок и знали, что у нас еще будет, мы встретимся, мы играем в одних спектаклях там, мы всегда пересекаемся. А тут мы понимаем, да, спектакли спектакли, но именно вот этой вот семейке, как мы всегда встречались и наши съемки проходили так легко и в удовольствие, этого уже не будет. И это было так грустно, понимаете, когда в Сочи у нас был крайне съемочный, на набережной, нам просто в реакцию сказали «Всем спасибо, 10 лет окончены». И у нас просто так вот слезы, игра, у меня вон опять на мокром месте. Это грустно, это грустно, ну понимаешь, что это этап жизни, к сожалению, такого уже никогда не будет. Это раз в жизни, наверное, дается, то, кому везет, такого не повторите. Но может быть, если зрители будут очень-очень-очень просить и пытать канал, мы вернемся. Ну это так, это я говорю. Но есть надежда, да, у вас? Нет, на самом деле все зависит от зрителей. Если зритель будет настаивать и говорить, что мы хотим, я думаю, может быть, канал жалится, и мы снова встретимся. А вот у Юлии Такшина недавно завершили съемки в новом фильме. Премьеру уже совсем скоро можно будет увидеть на одном из федеральных каналов. Называется проект «Вера». Я там сыграла тоже женщину. Очень неординарный сценарий, очень неординарная роль. Прямо там такие крутые перевоплощения, когда девушка, как и в этом спектакле, мы видим ее вначале в одном амплуа, в одном качестве, а потом она настолько переосмысливает свою жизнь, настолько она из зоны комфорта своей выходит. И что из этого получается дальше? Вот об этом это кино. Поэтому я им очень дорожу, она очень дорого для меня. И надеюсь, что зрители это оценят. Все ради него, а он нам дарит такие эмоции, такую энергию, которую невозможно взять нигде. Не поспав 8 часов, не поев вкусной еды. Конечно же, этот энергообмен между артистами и зрителями, он бесценен, безусловно. А сейчас в центре внимания другая артистка. Она стала для мурчан народной Оксана Сташенко. Идя по ковровой дорожке фестиваля, актриса всегда фотографируется с поклонниками и раздает автографы. Она призналась, именно зрители вдохновляют ее на новые идеи и роли. Очень странные, они не поддаются объяснению, логическому анализу ощущения актрисы, которая идет по красной дорожке. И я слышу, я вижу, что на просмотр этой красной дорожки приходят люди. Кто-то уже вырос, приходят люди ожидающие. Они выкрикивают слова любви. Они манят тебя, чтобы обнять тебя, сказать тебе, прижать тебя к себе. И вот мне кажется, что вот это проявление любви, вот этой энергии, этой красной дорожки, мне кажется, она даже из космоса должна быть видна. Я никогда не отношу себя к артистам, никогда не говорю, что я звезда и так далее. Если зритель так считает, я только счастлива бываю. Мне приятно, но я так не считаю. Но вот это отношение ко мне, я лечу по красной дорожке. И у меня силы, и у меня не болят коленки на каблуках. Я сразу, мне такое ощущение, что я прям как бабочка. И в одну сторону, и в другую сторону. И я обнимаю всех, целую. Это самое малое, что я могу сделать для зрителя. Отдать им свою любовь и нежность, улыбку. В этом году Оксана Сташенко будет сниматься в нескольких картинах «Полного метра». Одна из них посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне. А вот Анна Чурина своими планами делиться не стала, зато рассказала о фильмах с ее участием, которые уже вышли на большой экран. Работу свою, очень люблю сниматься, люблю играть на сцене. И, конечно, мне это дает силы. Я не рассказываю про проекты, в которых, допустим, снимаюсь, потому что, ну, может быть, из-за уверения, а может, просто потому что хочется завершить работу. Ну, вот, у меня с июня вышло 4 фильма. Это «Я не такой, я не такая» комедия. Это «Последние испытания» по событиям Норд-Оста. Это фильм «Команда мечты», он недавно закончил прокат. И вот сейчас в прокате «Тайны печати дракона», так что приходите, смотрите. Совсем скоро на телеэкранах мы увидим и фильм с участием Елены Бирюковой. Ее зрители узнают в первую очередь по сериалу «Саша и Маша». У меня выйдет такой четырехсерийный сериал со мной в главной роли «Волшебное слово». Потом сейчас я снимаюсь в Минске у режиссеров Ольги Владимира Басовых, бывшие, и еще один мне подходит. Как я всегда говорю, что это актерство, это не работа, не профессия, это способ существования. И это мое хобби. Я очень счастлива, что мне удалось совместить хобби со своей работой. И поэтому каждый новый материал всегда интересный, новая роль. Я люблю быть разной, да, вот. Я люблю придумывать что-то, я люблю, чтобы роли не повторялись. Мне самой не было скучно. Скучно не бывает и актрисе Анастасии Денисовой, которой всегда достаются веселые и оптимистичные роли. Ее новая лента не стала исключением. Фильм, значит, называется «Смотри, как я», режиссера Егора Сальникова. Молодой наш, очень перспективный, мой хороший друг. Мы с ним давно уже работали вместе так вот на фестивалях. И тут, наконец-то, поработали в кино. Вот. Это такая история про такой роуд-муви немножечко. Вот. Там про молодых мальчика и девочку. Не буду спойлерить, рассказывать. Причем, ну, роль у меня там жгучая и страстная. Съемки проходили в Таганроге у меня. Вот эти сцены. Где-то в поле, я там помню, в сапогах, в грязи. Потом в каком-то автобусе. А как вы хотите? А у нас по-другому не бывает. Ну, это такая работа. Вот куда пошлет, так сказать, родина, туда и пойдешь. Ну, это уже такая привычка. Я в этом ничего не вижу. Сидишь 8 часов в холодном автобусе, 3 секунды снимаешься, и все. И вот она, роль сделана. Вот. Я это все очень люблю. Я без этого очень скучаю. И всегда жду съемок с нетерпением. А вот Дмитрий Миллер, Юлия Галкина и Елена Борзова получили незабываемые эмоции от поездки на север Преамурья. Тайга вся белая. Все линии электропроводов. Огромные куски хлопья снега висят. Красота сумасшедшая. Солнце ярчайшее. Но мы подумали про другое. У нас же нет никакой одежды. Мы же приехали с 25, ну хотя бы в 17. Ну и первое, что мы сделали в Тынде, конечно же, все поехали на местный рынок. Покупать теплый пищик. Это очень трудно. Я первый раз в жизни ездила на такой крайний север. В Амурскую область. Глубоко в Амурскую область. Я первый раз в жизни была в начале Бама, там, где его строили. Это, конечно, отдельно просто... Как его построили вообще, мне просто интересно, при таких погодных условиях. Какая выдержка, какая... Нечеловеческие какие-то силы были приложены. Мы ходили в музей Бама. И у нас теперь группа появилась в нашем. Ну, группа случайного танго, где мы там обсуждаем разъезды, неразъезды, гастроли, время. И она теперь называется случайная танго, прошедшая Бам. Этот снег, когда он выпал, он настолько яркий. Еще солнце, утро, снег, тайга в снегу. Это же прекрасно, невероятно красиво. Вода еще не замерзла, течет река, белые елки эти. Ты как в сказке. Я всегда думала, что это вообще недосягаемая какая-то дальняя территория, в которую я никогда не попаду. Я считаю, что это чудо. Я увидела, что такое сопки. Я увидела, как все желтеет. Какая красота. Какой контраст с температурой – это полбеды. А какой контраст в людях. Мы гуляли, значит, по Сковородину. Я думаю, вот не надо заходить туда, в лес, там и клещи. Я про себя думаю, и змеи. И выясняется, что это место раньше змеином называлось. И что теперь они, змеи, через сто лет опять сейчас приползут. Я говорю, давайте искать нового колдуна. Я готова поголдовать, чтобы эти змеи туда не приходили. Потрясающий район. Ольге Прокофьевой в этом году побывать в городах и селах Прямурья не удалось, однако. Артистка смогла оценить работу своих коллег на сцене. Для меня, для актрисы тоже. Это огромный опыт, потому что оказаться по ту сторону сцены, сеть в зрительный зал, быть обыкновенным зрителем. И, как говорят, что даже если что-то неудачное смотришь, все равно нужно сделать выводы, чтобы не повторять этого и сказать, Оля, вот, наверное, это не очень хорошо, так не делай никогда. Или, а вот это так здорово, подтянись к этим артистам и сделай так. Поэтому у меня такой был семидневный мастер-класс. Я просто обогатилась, в чем-то разочаровалась, что-то взяла на вооружение. И это нормально, потому что вы спрашиваете именно меня, а это вкусовые ощущения. О вкусах мы с вами можем спорить до Нового года. Гоша Куценко, который в Благовещенске представил свой новый фильм «Парадоксы небытия», рассказал о премьере и о создании своего фильма. Мама говорила, делай в кадре, и на сцене она говорила, все, что хочешь, сынок. Главное, не делай этого в жизни. Так вот, мне кажется, картина посвящена этим словам. Я показывал в Выборге, там мы показывали в районе 19 часов ночи, тоже у меня конкурсы. Там зал был такой же на 400 мест, пришло человек за 300. Там ушло бабушек 20. Сразу бабушки ушли. Тяжеловато здесь, здесь запикивание. И картина достаточно документальна в этом смысле. По истории люди ставят пробки и говорят монологи. Как вы думаете, как люди будут выражаться? Конечно, они будут выражаться. Мы запикивали это все. Бабушки не выносили. На киношоке в таком же зале ушло 5 человек с детьми. Там был ужас. У нас не запустился диск. И мы показывали с экрана компьютера. И качество было отвратительно. Я сидел с ровным лицом, пульс у меня был за 100. Я сидел и боялся шевелиться, чтобы не умереть от обиды и горечи. Но я выжил и зал остался. И я понял, что для картины это было испытание. Потому что при отсутствии хорошего изображения, что в принципе и является условием кино, оставался звук, более-менее ничего. И люди прислушивались к диалогам. Ольге Хохловой 53 года. Однако, несмотря на свой возраст, актриса готова на любые эксперименты. И даже принять участие в фотопроекте. Я скажу, что мне никогда не предлагали, может, еще бы уже и не предложат. Но вот эту фразу надо было сказать после того, как объяснить, о чем я. Мне позвонили, назвали совершенно фантастические фамилии. Например, все, наверное, знают, кто такой Сарик Ангельсян. Что он является проектором, продюсером, куратором совершенно фантастического проекта, который называется «Свобода быть собой». Такое заманчивое. Я такая уже думаю, о, интересно, Сарик, «Свобода быть собой». И дальше мне говорят, это фотосессия «Ню». А «Ню», как мы знаем, это обнажение. А я-то уже настроилась, как я скажу «нет». Я, конечно, говорю «да». Они говорят, ну вот тогда, тогда вам позвонит фотограф, художник там, все такое, и администратор. Я кладу трубку и думаю, Оля, а что ты вообще, а ты, когда ты говоришь слово «да», надо думать перед этим. То есть, вот. Ну, конечно, у меня там, я заволновалась, но потом придумала совершенно фантастические вещи, с которыми художник-фотограф согласился, и получились восхитительные фотографии. Вдруг меня осудят. А мне интересно. Вот меня это и заводит, понимаешь? Как люди отнесутся к этому? Ну, мне же не мало лет, понимаешь? Мне же не 20 лет, не 25. Как взрослая девочка может такое сделать? Алена Ивченко в кино сыграла более 60 ролей. Она участвовала в сериалах «Ищейка», «Любопытная Варвара», «Отель Элеон». Но многие узнают ее по голосу. Она озвучивала зарубежные фильмы. Актрису можно было услышать в таких картинах, как «Звездные войны», «Мстители», а также в мультфильмах «Кот в сапогах» и «Мадагаскар-3». Я люблю озвучание безумное. В общем, я с детства очень хотела именно. Меня завораживали микрофоны. Мама занималась еще звуком, делала какие-то аутогенные тренировки, писала, подкладывала музыку и тексты. И мне всегда хотелось очень. Я говорю, мамочка, а можно я попробую? Она говорит, ну, давай просто запишем. Студия была. И все было выразительно, и все было разное, и все было интересно. Сейчас, учитывая, что уже там за 60 картин, я не могу сказать, что что-то запомнилось особенно. Но что приятно, за что я люблю еще озвучание, ты же смотришь сценочку, колечко смотришь, смотришь, это же не за кадр, где ты быстро-быстро-быстро, а когда ты дублируешь актрису, ты начинаешь замечать, как она работает. И когда в процессе озвучания ты еще и учишься у нее, вот это то, что запоминается надолго. Очень хочу озвучить вам еще, вот буквально за день до отъезда у меня были пробы на еще одну картину. Это мультфильм, и это голос. Его там дублировала Шарлиз Терон. Не буду больше ничего говорить. Пожелайте мне все, потому что я очень хочу это сделать. Сейчас пробы поехали в Америку. Не буду называть название, не имею права. Но очень надеюсь, что это случится. Так что в дубляже вот это. Что касается кино, мы сейчас закончили картину про Муслима Магомаева, где я сыграла Фурцеву. Так что, как нам было сказано осенью, уже этой осенью кино должно выйти на Первом канале. Это 8 серий. Алексей Морозов, участвующий в картине «28 панфиловцев», решил пойти на эксперимент и снял свой первый фильм. Это случилось после моей работы с Рейфом Файнсом, выдающимся британским актером и режиссером в фильме «Нуреев, белый ворон». Процесс шел очень сложно, тяжело. И я вдруг увидел и понял, что я чуть больше начал понимать про этот процесс, чем просто актер. И в данном случае, можно сказать, что Рейф меня вдохновил внутренне как-то на то, чтобы я стал снимать. Мне стало это интересно. Более того, по трём товарищам я всегда хотел что-то сделать. Мне очень нравится этот роман, очень нравится ремарк. И я решил в это окунулся. Легко не было вообще никогда. Было всегда сложно. Начиная от написания сценария, заканчивая последними правками по цветокоррекции. Я впервые, как режиссёр, прошёл все стадии производства фильма. И надо сказать, теперь, когда я снимаюсь в кино как актёр, я совершенно по-другому вижу процесс. Тамара Глоба рассказала, как астрологу удаётся постоянно держать много информации в голове, не забывать о расположении планет, звёзд и точно предсказывать будущее. Я считаю, что ты должен владеть своим материалом, если ты чем-то занимаешься. Нормально это. Больше того, когда, вы знаете, наверное, период такой очень активной деятельности, который вот как раз нам пришлось пробивать, то, что я говорила, брешь материалистического мировоззрения, ты не должен читать по бумажке, ты должен знать свой материал. И тогда, конечно, люди будут смотреть на это с большим вниманием. Потом весь этот объём, ну как, естественно, ты должен это тоже держать в голове, потому что, когда ты какие-то вещи там на ходу смотришь, предсказываешь, или ты помнишь чьи-то карты, или ты помнишь там расположение планет в определённые годы, столетия и так далее, вот, это же материал, которым ты владеешь. Это нормально. И тогда вот как раз, о чём я говорила, о периоде, когда мы занимались вот тем, что нам приходилось очень много выступать. Предположим, мы могли сегодня выступать в Хабаровске, в Благовещенске завтра, а послезавтра мы уже летели на Украину, выступали в Киеве, вот, то есть спали в самолётах я, по сути, понимаете, спала в самолётах. И у меня была такая установка, ты не можешь не знать, кто-то другой может, а ты не можешь. В завершении нашей программы актуальный совет от Александра Рапопорта. У каждого что-то происходит почему-то. И очень хорошо, когда встречаешься с людьми, поведение которых тебя не очень устраивает, задать себе вопрос, он это делает почему и зачем. Это разные вещи. Почему это и из-за чего, а зачем, это какая у него вот философия, мотивация и так далее. Это очень важно. Поэтому помните, это всё люди, согрейте людей. Согреть можно любого. И человек из как бы плохого превращается сначала в как бы хорошего, а потом привыкает и становится. Ну, скажу такую немножко сокровенную вещь. Знаешь, мы же никто не знаем, сколько нам отмечено, но всё равно существует какой-то паспортный возраст, понимаешь. И у меня такое ощущение, что я хотел быть актёром всегда, а стал им вроде не совсем сразу. И поэтому хочется успеть, 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 успеть и проявиться в разных ипостасях, в разных жанрах. Вот. И это как-то греет. И, наверное, энергия вот откуда. Я живу каждый день, как в первый и в последний раз. Поэтому живу сегодняшним днём. И меня это очень радует. И вообще это хороший рецепт. Живите сегодня. Не парьтесь по поводу того, что было. Не очень парьтесь по поводу того, что и как будет, потому что быть может быть по-разному. Всё зависит от нас. Кайфуйте от сегодня. На этом у меня всё. Проводите время с пользой и будьте с культурой на «ты». До новой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова